Прошу не судить нас строго, это пилотный проект интернет-продукта «Самара баскетбольная». И сегодня у нас в гостях, наверное, самый интересный человек, настоящая легенда куйбышевского самарского баскетбола. Человек, который влюблен в эту игру не один десяток лет. Игорь Владимирович Бочкарев. Или проще, Боча. Игорь Владимирович, приветствую. Здесь на пороге нового дворца спорта имени Владимира Семеновича Высоцкого мы находимся. Сейчас пойдем внутрь. На этом месте еще недавно был дворец старый, с которым, наверное, связано огромное количество воспоминаний. Там и были концерты мировых звезд, и выступал сам Высоцкий. Вот атмосфера тогда, когда 10, 20, 30, 40 лет назад гремел куйбышский строитель. И когда играет «Самара» сейчас? Это совершенно разная аудитория? Или чем-то любители баскетбола по-прежнему сохранили в себе вот эту вот особую самарскую баскетбольную душу? Нет, но любители баскетбола даже встречаем сейчас, которые приходили 30-40 лет назад на матчи команды строителей куйбышева. И до сих пор ходят, присутствуют и на матчах БК «Самары». Но ажиотаж, я считаю, что остался таким же, как и было раньше, я имею в виду, при чемпионате СССР. Команды строитель. Когда играл ты? Были аншлаги? Аншлаги. Вход был платный? Платный. Дорого? Я не скажу. Я знаю, что билетов не было никогда, потому что билеты спрашивали с полевой уже люди шли и всегда интересовались. У меня есть пару билетов в новый дворец спорта. Приглашаю зайти прямо сейчас. Легендарный куйбышский строитель играл, ну, можно сказать, здесь. Да, вот уже не одно поколение звезд воспитано в баскетбольном мире после того, как играл строитель. Что для тебя команда строитель? Какой она была? Каким был главный тренер Генрих Алексеевич Приматов? Строгим? Как он руководил командой? Вообще, какая была атмосфера тогда в куйбышском строителе? Начнем с того, вот тогда когда? Тогда когда? Ну, это тогда когда, это начнем. 79-й год, когда я первый раз попал в команду. Это ты еще школьник? Да, это восьмой класс был. И Генрих Алексеевич Приматов пригласил меня, Витякова Лагина, как молодых, перспективных, наверное. Восьмиклассников в профессиональную команду? Ну, как бы для тренировочного процесса мы... С контрактом? Нет, тогда контрактов-то вообще не было. Просто мы участвовали в тренировках, в тренировочных процессах, в сборах. Ну, пока, можно сказать, что в это время нас не допускали, как бы до основной команды. Мы с основной командой проводили весь тренировочный процесс и играли за... Была команда Дубль еще, строители. Как бы вторая команда, можно сказать. Вот. Что разглядел Приматов в Бочкареве и Кулагине? Ну, я не знаю, может быть, что... Восьмой класс. Это 15-16 лет вам? Ну, это нормально. Нормально. В чемпионате СССР во всех командах, тем более в Прибалтийске, играли. Вы, когда 15-летние парни пришли на тренировку к строителю, к основной команде, какие там звезды были? Кто там для вас был кумиром? Если были кумиры вообще? Ну, можно сказать, что кумир у нас каждый игрок был по-своему звезда. Раньше же у нас и не было, грубо говоря, иностранных игроков. Все были наши, российские, большинство все были наши. Но кто был как Белов, кто был как Едышко? Ну, у нас, грубо говоря, Гриша Казанский был. Как бы основной, центровой, когда не было еще Сезоненко. И Казанского привлекался, и Гомельский его привлекался, он был членом сборной СССР, входил в состав. А до попадания в строитель в качестве вот еще юных спортсменов, был такой, что приходил в старый дворец спорта болеть за команду, поддерживать? Ну, то есть, был фанатом баскетбольным? Ну, фаната, можно сказать, не был. Я ни одной игры не посещал. Я только скажу, не пропустил, а ты говоришь, не посещал. Генрих Алексеевич Приматов, тренер большого коллектива, успешного коллектива, легендарного коллектива. Чем он брал? У него жесткая рука, у него хорошая тактика. Да, как тренер был, конечно, жесткий человек, настойчивый, добивался своих целей, задач. Все игроки его слушали и выполняли то, что говорил тренер. А как человек он был обыкновенный, нормальный парень, можно сказать, как все мы. Доброжелательный, добродушный, в любом случае помогал всем, подсказывал все, что надо. У нас проводится турнир памяти Юрия Павловича Тюленева. Я знаю, что ты тоже у него занимался. Он был тренером строителя? Ну, он тренером строителя не был, потому что его Генрих Алексеевич приглашал к себе работать как бы помощником, вторым тренером. Но Юрий Павлович, он сам себе как бы индивидуальный тренер, и он вот больше предпочтений у него было работать с молодыми, перспективными мальчиками, подготавливать игроков к первой команде, я имею в виду, к вторым. На уровне Куйбышской области? Ну, да, он был главный тренер Куйбышской области, по молодежи, можно сказать. Самый высокий человек в мире. Ну, это раньше было в мире, это Александр Сизаненко. Александр Сизаненко, в виде рекордов Гиннеса. Ну, да, это я еще застал, я еще даже поиграл с ним. Какой у него был прозвищ? По-моему, Сизый. Ну, я имею в виду, что все ветераны, которые играли и которые живут в Самаре. Сегодняшние ветераны, а тогда суперзвезды. Ну, да, я имею в виду, что, которые играли в чемпионате СССР при Евгении Алексеевича, они посещают регулярно игры «Быка Самара». Это можно поименно назвать, что Володя Восякин, Саненко, Александр Кадушкин, Сева Иванов, Усов Евгений, Пашков Володя, Естифеев Сергей. Ну, вот не стало уж искоропостижно. Быков Александр, Витя Кулагин, ну, также и Гриша Казанский. Все те, кто наши местные, я имею в виду, Самарские. Ну, все равно, кто остался, мы все дружим, общаемся, всегда встречаемся. Сейчас играете? Да, мы, ну, пусть не все, но кому еще ближе к 60, те еще участвуют в разных мероприятиях. Я просто хочу сказать, что Игорь Владимирович Бочкарев Федерации баскетбола Самарской области руководит направлением ветеранского движения. И у нас есть не одна команда, и женская команда, девчонок ветеранов. Звучит, конечно, да, они у нас молоды всегда. Команда мужская, ветеранская, и турнир проводится в памяти как раз Георгия Алексеевича Приматова, ежегодный, и в этом году тоже будет. В этом году будет турнир, да, в памяти Георгия Алексеевича Приматова с 9-11 августа в спорткомплексе «Олимп». Да, ну и буквально, вот, я, насколько понимаю, 31 июля будет памятная дата Георгия Алексеевича Приматова. Вы в эту дату собираетесь? Да, мы каждый год, уже в этом году будет 39 лет, как настало Георгия Алексеевича Приматова. И мы каждый год собираемся, помимо Георгия Алексеевича Приматова, мы еще посещаем могилы наших бывших игроков. К сожалению. К сожалению, да. Также мы везли и у Александра Быкова, и у Витя Кулагина, и тоже, можно сказать, заслуженный тренер России, и у Юрия Павловича, мы всех помним. Всем желаем здравствующим ветеранам здоровья, заниматься баскетболом, тренироваться, участвовать в наших турнирах выездных, в которых вы привозите нам то серебро, то бронзу, то серебро, то бронзу. Ждем. Да, мы сами ждем. Золотишко. Хорошо, чтобы выиграть. Ждем золотишко. Ты приходишь на матчи БК Самары, сейчас вот дворец спорта, сейчас тишина, межсезонье, никого нет. А уже в конце сентября здесь будет шумно, будут трибуны гнать команду вперед, будут и легионеры, и наши, и будут данки, и будет трехочковые, и будет шоу, и будет шумно, баскетбольно будет. А вот когда играл строитель, вы данки били вообще? Это можно было вот так вот? Вот Сезоненко, рост там 2... 2,2... 2,2... Вот он мог себе такое позволить, мяч в корзину и еще немножко? Нет, сверху он забивал, но висеть он на кольце-то не висел. Это было запрещено? Ну не то, что запрещено, но я думаю, что он... Ну кто-то данки делал, вот прям вот сейчас это шоу, да, элемент шоу, дети ждут, когда... Но я имею в виду, что как-то на это внимание раньше только не обращали, там, как вот, допустим, сейчас в современном баскетболе стараются как бы и на 360, если Ватриф убежал сделать и забить сверху, то раньше было как-то... Только спорт? Ну да, не, ну забивали, да, шоу-то не было такого, но сверху забивали, естественно, кто, если получалось... Мог, кто мог себе позволить? Ну, позволяли многие. Ты-то забивал сверху? Я забивал сверху, даже, получалось, в играх иногда забивал сверху. А капитан команды, вот, Власов был? Ну, первый был Влас Александр Михайлович, да, потом стал Володя Головин, потом Витя Астанин, ну, потом у нас, по-моему, то ли Сергей Беспалов уже... Я знаю, что было внутреннее противостояние, да, мы почему-то об этом молчим, но это же было интересно. В городе было две команды, давай тоже про это вспомним, что не единственная команда, и были Куйбышские дерби, и была команда ЦСКА ВВС, которая руководил... Ким. В каких отношениях были спортсмены этих команд? Не, ну, жёсткие отношения были только во время игры на площадке, когда, как бы, дерби было с Куйбышской, можно так назвать. А так все в хороших нормальных отношениях дружеских. Глядя на сегодняшнюю Самару, баскетбольный клуб Самары является правоприемником Куйбышского строителя, по большому счёту история продолжается. Ветераны приходят на матчи Самары. Что, на твой взгляд, можно поправить, сделать получше? Может быть, всё правильно идёт. А может быть, вот вы сидите, вы же обсуждаете каждую атаку, каждую не сложившуюся атаку, не сложившуюся защиту, или, может быть, удачную. Что-то, может быть, ну, с высоты своего опыта, ну, просто подсказать. Может, нас Зула будет смотреть и послушать и скажет точно. Нет, ну, сейчас современный баскетбол, он, конечно, отличается, грубо говоря, который был баскетбол 30-40 лет назад. Он стал немножко динамичнее, быстрее, и стиль игры совсем другой. Даже посмотреть старые записи советского баскетбола и посмотреть современную лигу ВТБ – это немножко разные вообще вещи. И тут, как вот сравнить тут… Ну, что бы ты подсказал? Ну, сейчас идёт очень быстрый баскетбол, и все стараются играть наверху, на периметре. Нет такого, грубо говоря, как было раньше. Там есть четвёртый, пятый номер, который, как тот же Приматов говорил, что там уже Сезоненко, там, Казанскому, Кулагину. У меня всегда есть периметр, есть трёхсекундная зона. Вот это твоё место, ты должен здесь получать мяч, обыгрывать и забивать. А вот сейчас, если посмотреть на наш современный баскетбол, есть мальчики и два пять, два десять, но которые все стоят на шестиметров и все ждут мячик, чтобы сделать свою атаку. Или обыграть, а пройти. Да, все как будто как-то боятся близких стыков или я не знаю что. Это вроде как бы контактный вид спорта, должны наоборот. Вся красота-то, мне кажется, для зрителей заключается, что когда борьба идёт под кольцом, не просто когда ты идёшь проход, забиваешь сверху, а чтобы тебе дали мяч в трёхсекундную зону, ты смог обыграть или от тебя вышли игроки, ты смог отдать пас на ту же трёхочковую, чтобы игрок произвёл бросок, а ты боролся на щите, на подборе. Ну это было, конечно, гораздо зрелищней. Ну, как ты говоришь, что мы сидим ветераны, как-то обсуждаем, что, ну, у всех мнение вот такое, что как бы, пусть молодёжь сейчас говорит, что это старый баскетбол, как бы это старый баскетбол, сейчас современный, как бы по-другому всё складывается, но всем как бы был интересен тип баскетбола прошлых, советских времён. Ну, в защите так же, как и в нападении, так же все играют, вот, обыграл, прошёл, забил, всё, никто никому не помогает, не подсказывает ничего. Кто в команде строителя всегда мог взять игру на себя? Кто вот, если вдруг у кого-то не полетело, у кого-то не пошло, кто всегда проявлял лидерские качества или все у нас? Ну, у нас, в принципе, не было такого прям вот конкретного, но вот был, ну, Володя Головин, как бы он был как капитан команды, и, как бы, Приматов ему доверял, потом Витя Останин, ну, Останин считался, как бы, все его называли «золотая ручка», что у него трёхочковый бросок, что это его козырь был, и все, если мяч у него, все ждали, что должен быть точнее. Ну, естественно, когда Сезоненко играл, тоже, как бы, Приматов возлагал надежду больше, я думаю на Сашу, но самое главное, что он помогал и в защите, и в нападении, ну, не, можно сказать, не в таких, как бы, масштабах, что от него требовали, но все равно пользу был, а так, конечно, Гриш Казанский, как центровой, исполнял всю нагрузку, брал на себя, потом его Вадик Жужгов еще так помогал, ну, а потом... А про себя ты молчишь как-то скромно? Ну, нет, я имею в виду поколение ниже, потом Витя Кулагин, ну, и мы уже с Кулагином, вот как бы, после уже, грубо говоря, Сезоненко и Казанского... Сколько лет за твоими плечами строителя? Строителя я был до 1994 года. До 1994 года? А в 1994 году? А в 1994 году я уехал за границу. Где играл? Три года в Тунисе, один год в Египте и год в Чехию. И мне поступило предложение из Тунисы. Ну, я посоветовался с семьей и, не долго думая, дал согласие. Хотел попробовать свои силы, поиграть за границей. Ну, как, и там интересно? Какой-то опыт другой, тренеры... Ты знал язык? Нет, язык... Ну, там язык французский, так как я учил в школе что-то еще, может быть, и знал, но... За три года проведенный там, ну, чему-то научился. Ну, это было давно. Арабский, знаешь? Забыл уже. Мархаба. Ну, нет, какая-то баскетбольная польза. Там совершенно другой баскетбол был? Ну, баскетбол, конечно, там пожестче, арабский... Ну, там, помимо арабов, конечно, также много и африканцев. Американцев, да. Американцев, да. Также, как и у нас... У нас в то время еще не было такого иностранных игроков, а там уже вовсю приезжали, также играли все. Игорь Владимирович, ты, наверное, как и вся страна, видел фильм «Движение вверх», где рассказывается история сборной Советского Союза, победа над США на Олимпийских играх 1972 года. Просто давай представим, нас вот молодежь смотрит. Вот если бы ты был на месте Ивана Едешко, за три секунды до финального свистка, да, вот, решающий, ты бы так же поступил, вот, тактически? Или выбрал бы какую-то другую схему атаки? Не, ну, если смотреть по старым правилам, то другого-то выбора не было. Больше никак за три секунды не получилось бы ничего больше сделать. Сейчас три секунды – это огромный срок. Можно всю игру перевернуть. По новым правилам, после минутного перерыва сборная России могла из-за лицевой выбросить со стороны американцев. Да, да, да. И тогда время показало, что это очень много. Да, по-старому, то все Иван Иванович сделал правильно. Игорь Иванович, спасибо большое за откровенные ответы на вопросы дилетанта. Надеюсь, что еще на площадке мы обязательно увидимся, и тебя как в качестве тренера нашей женской команды, и мужской команды, и ветеранской. Так что пусть это направление развивается. Спасибо тебе большое. Здоровья всем твоим коллегам по команде. И, надеюсь, в нашем проекте «Самара баскетбольная» они окажутся все. Всех послушаем. Все версии истории кубческого строителя. Наверное, мы попрощаемся на сегодня. И надо, наверное, сказать, да, что мы иногда сбивались с «ты» на «вы», потому что мы с Игорем Владимировичем дружим уже много лет. Не только вместе работаем, но и дружим. Можем себе позволить. Поэтому, если где-то у кого-то диссонанс, вы уж извините. Спасибо большое, Игорь. Спасибо. Всего доброго. Меня зовут Алексей Ягунов. Это был пилот проекта «Самара баскетбольная». Если вам все понравилось, пишите это в комментариях, и мы тогда продолжим свою работу. Увидимся на баскетболе. Игорь. Все Соединенные Продолжение следует...